Вам тоже интересно, где сейчас дети Табирамы? И вообще, есть ли они в принципе и живы ли до сих пор? А если подумать, как же и тот же Хоширама? Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Так давайте сегодня и обсудим эту тему и поговорим о персонажах, чьих детей или же напротив родителей нам почему-то не показали. Но на самом деле они есть и по идее должны быть очень сильными шиноби. Думаю, вам тоже будет интересна эта тема. А перед началом можете написать, кого вы вспомнили в первую очередь. Будет интересно почитать. А также... Такс, кстати, любители One Punch Man, вы знали, что есть официально лицензированная игра по этому тайтлу? Так вот, окунитесь в видеоигру со стратегическим геймплеем. Открывайте основных героев, которых, кстати, больше 50. Геонос, Атомный Самурай, Тацумаки и многие другие. Создайте свою команду и улучшайте ее, чтобы становиться сильнее и получить лучший рейтинг в ассоциации героев. В игре вас ждут несколько режимов. От сюжетного, где вы от лица Сайтама, естественно, проходите эту игру. Кстати, в игре есть и вставки из самого аниме. Есть еще и турнир, где вы сражаетесь против других игроков. Проще говоря, ПВП. Дорога к силе, приключениям, миссии, боссы гильдии, экстремальные испытания. Да блин, у меня не хватит времени, чтобы все это перечислять. Если подытожить, в игре вас ждет море разнообразного контента. Открой лучших героев, улучши их и стань лучшим в игре One Punch Man, поколение героев. Игру, конечно же, можно скачать по ссылке в описании. А также ниже вас ждет вознаграждение за код выкупа. Поэтому быстрее становись одним из первых игроков. Игра One Punch Man, поколение героев ждет вас. Ну а теперь, я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Первым долгом, вот серьезно, напишите, кого вспомнили вы. Я, может, даже кого-то подзабуду. Мне, главное, саму тему поднять для вас и обсудить ее с вами. Я думаю, это очень интересный вопрос. И даже не понимаю, почему хоть какого-то упоминания нет об этом. Пожалуй, начнем мы с первого Хакаги Хаширамы Сэнджу. Лидера и сильнейшего представителя своего клана. И по совместительству, один из основателей деревни Листа. Так вот, о том, что у него есть, либо сын, либо дочь, известно точно. А знаете почему? Так потому, что одна из легендарной троицы принцесса Цунаде является его внучкой. А то есть, значит, один из родителей Цунаде получается сын или дочь Хаширамы. Но вот мне нифига не понятно, почему этого персонажа не показали нам. Вот сами посудите. Цунаде является внучкой Хаширамы. И все равно унаследовала такую мощную силу и способности. Да такую, что смогла стать одной из легендарной троицы, прославленных на весь мир Шиноби. Так вот, сам ребенок первого Хакаги должен быть как минимум уровня Цунады. А по моему мнению, если это все-таки мужчина, то и гораздо сильнее. Однако остается вопрос, а какого фига нам даже намека на это не дали и не показали его? Да хоть упомянули бы ненароком, описали бы, лишь же хоть ими назвали его. Но нет, видимо, Кишимото, создавая такую большую многогранную вселенную, специально опустил некоторые, по его мнению, не столь важные моменты. Просто я напомню вам, что жена Хаширамы была Мита Узумаки. То есть, она тоже была достаточно сильной. По крайней мере, ребенок получил гены от Сэнджу и Узумаки одновременно. Не рассматривая то, что Хаширама и так обладал мощнейшей чакрой. И раз Мита была джинчурики Девятихвостого, то их ребенок должен иметь усики наподобие, как у Наруто и Баруто. Ибо это особенность детей, рожденных матерью, или у которых есть отец, являющийся джинчурики Курамы. Короче, думаю, я достаточно аргументов привел, почему я считаю, что этот персонаж был бы очень сильным. Но мне интересно, каким вы его представляете. И как вы думаете, парень это или все-таки девушка? Напишите обязательно в комментариях. А мы переходим к не менее интересному и мощному персонажу, который как раз является вторым Хакаги, и конечно же братом Хаширамы, а именно Табирама Сэнджу. Хоть он и сделал все эти притеснения клана Учиха, но он также и много полезного привнес в миру Шиноби, создав большое количество очень сильных техник. Хотя, учитывая, что Эда Тенсей тоже он создал, думаю, параллельно пользе он и очень большой вред принес миру Шиноби. Так как с помощью данного дзюцу и была начата четвертая мировая война Шиноби. Ну ладно, мы сейчас не об этом. В отличие от того же Хаширамы, касательно Табирамы неизвестно точно, были у него дети или же нет. Но мне чуйка что-то подсказывает, что они у него были, и даже не один. Скажу больше, мне даже кажется, что тот же Джирайя чутка схож с Табирамой. А может там какая-то связь есть? А? А? Ладно, это шутки. Но все может быть. Думаю, я заставил вас задуматься немного. Короче, ребенок Табирамы в точности, как и у Хаширамы, был бы очень способным ниндзя. Так, с чего я вообще все это беру? Да это очень просто же. Наблюдая за миром Наруто и взаимосвязью персонажей, а именно отцов и детей, дети становились гораздо сильнее или же, как минимум, не уступали своим родителям. В случае Хаширамы были все предпосылки, что ребенок будет даже сильнее, ибо его кровь еще и с Узумаки смешалась. Но нам не показали. В случае Табирамы, думаю, все-таки ребенок был бы чуть слабее, но не настолько. Однако, чуть слабее Табирамы, это уже гораздо сильнее и способнее 90% всех шиноби мира. Так что уровень был бы, опять же, очень высок. Как показано на моем превью к видео, я именно так вижу семью Табирамы, и поэтому поставил этот арт туда. А что думаете вы, опять же, напишите в комментариях. Едем дальше. Детей таких значимых больше я не вспомнил, так что можете еще их написать. А вдруг вторую часть запилим? Но теперь давайте поговорим и об родителях. Хотя данный персонаж, о котором мы поговорим далее, входит в обе категории одновременно. А именно это второй сын, или же дочь третьего Хакаги, Сарутоби Хирузена. А почему второй ребенок? А потому что это родитель Канахамару. У Хирузена есть сын Асума. Так вот, он не является отцом Канахамару, как вы знаете. Но он является его дядей. Также Канахамару является внуком Хирузена. То есть мы тут понимаем, что у него есть еще один ребенок. И учитывая силу Асумы, думаю, если второй не превосходил бы Асуму, то и не шибко уступал бы ему в силе. Опять же, аналогия и наблюдение за другими такими случаями в Наруто. Так вот, интересно следующее. Почему и его не показали? Или точнее, не упомянули и не сказали ничего о нем? Возможно, конечно, родители Канахамару погибли, и дело в этом. А я просто сейчас не очень помню это. Но хотя бы показать их стоило, думаю. Далее уже пойдут отцы или же предки, которых нам мимолетно показали и сказали об их силе. Однако, в действии их все-таки не продемонстрировали нам. Это, во-первых, конечно же, Сакумахатаки. Легендарный белый клык Канохи, чья слава затмевала славу легендарной троицы. И даже говорилось, что он сильнее их по силе. Ну, по крайней мере, не уступает им точно. Представьте себе такого уровня мощный персонаж и очень талантливый шиноби, который очень ценил узы дружбы, и так уж вышло, что его эти же узы и погубили. Приведя его к суициду. Я бы лично очень хотел увидеть его хотя бы в обычном товарищеском бою. Посмотреть на его навыки, так сказать. Ибо, учитывая силу Какаши и то, что Сакума владел мечом, думаю, он сумел бы нас удивить и показать очень интересные способности и навыки ниндзя. Но, увы, этому уже не бывать. Вторым таким у нас идет Учиха Кагами. Неизвестно точно, кем он является для Шисуи, но вот его предкам он точно приходится. И, учитывая слова самого Шисуи, который был так силен и гениален при том, что еще имбовые глаза имел, так вот он сам сказал, что ему и близко не сравниться с величием Кагами. Ну так представьте себе, каким сильным Учиха был этот Кагами. Интересно, какой у него уровень был и с кем бы он смог помахаться на равных, а кого и победить. Но опять же, все это мы, к сожалению, не увидим уже. А жаль, очень и очень жаль. На этом мой список закончился, но я попрошу вас его продолжить и написать о том, кого вспомнили именно вы. А также поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, если вам действительно было интересно смотреть и эта тема вас заинтересовала. На этом я, пожалуй, закончу. С вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok